просто вокруг этого строится и я не я считаю что программирование при упорном труде можно за год хорошо изучить а за шесть лет которыми я занимаюсь на этом есть только этим заниматься тут уру стать собственно что мы должны знать о программировании если у нас есть какие-то указы машине то соответственно у нас появляется потребность хранить какие-то данные это всегда у нас будет потребность обрабатывать какие-то данные мы не можем писать программу потреби от данных что мы можем представить как данные компьютере все хранится как нолики единички мы с тобой знаем но у нас внезапно появляются данные высшего порядка лестницы игроки комнаты коробки калашниковы если попроще взглянуть дату какие-то модели цифры строки так далее и так далее но все это в компьютере хранится нулях и единиц это достигается путем абстракции то есть человек как существо довольно развитое у него есть механизм голове абстракции то есть мы можем абстрагироваться от чего-то можем строить разные уровни абстракции то есть например я могу сказать что я сижу на 4 деревянных палках и сверху огромный деревянный лист на это низкий более низкий уровень абстракции если пипел на уровень абстракции повыше я скажу что я сижу на стуле если я перейду на еще один уровень абстракции выше скажу что я сижу сяду самый высокий уровень абстракции есть я на я существую так ну примерно представил соответственно все у нас строится из базовых атомов на то есть понятно физику все учили но из атомов как-то складываются какие-то сложные объекты так вот самом простом смысле все у нас программе хранится в этих атомах ноликах и единичках но работать с ними жутко жутко да то есть работать постоянно с отдельным атомом с одним ноликом единичка это жопы сложно поэтому придумали уровень абстракции так называемый типизация то есть когда мы в программу вводим какие-то типы данных да эти нолики единички собираются в какие-то типы у которых есть правила использования для си шарпа это базовые типы данных такие как int число string 40 чар символ и был true или false истина или ложь подходы типизации как строятся типы данных как с ними работают мы работаем называется типизация языка си шарп строго и статически типизированный язык что это значит все типы данных должны быть известны на этапе компиляции метами построения программ то есть простом смысле это звучит так если у тебя есть какие-то данные они обязательно должны иметь какой-то тип и это тип должен быть схожим например выражение до когда у нас идет 2 плюс 2 это значит что мы должны на двойку с прибавить к двойке и мы не можем сказать 2 плюс какая-то строка на потому что здесь будет логическая ошибка и си шаров нас об этом предупредить скажет чувак у тебя типы данных разным а если мы возьмем динамически типизированные не строго типизированные языки как javascript например там мы можем 2 плюс функция сделать какая-то на тогда у нас все пиздой накроет причем все накроется когда мы программу скомпилируем и выполним то есть типизация это огромная книжка теория типов в языках 1000 с хером страниц очень интересная познавательная но если ее прочитать хотя бы первые главы тут и поймешь что типизация в первую очередь нужна для программистов на чтобы не совершать ошибки чтобы мы могли запустить компиляцию и компилятор бы сказал правильно написана программа или нет javascript тебе это никто не скажет ты узнаешь что у тебя неправильно все написано когда ты запустить попробуешь когда у тебя дойдет до точки кода где все неправильно чешарп же не такой язык если у тебя нам где-то что-то неправильно соответственно тебе об этом сообщит такой подход к типизации строгий на у нас есть явные типы данных он избавляет от некоторого рода ошибок но при этом нет всех логические ошибки ты также можешь совершить на ты можешь сказать если дверь открыта то войти может это опечататься и сказать если дверь не открыта то войти на такое может быть тут си шарф тебя не защитит потому что он не знает что такое дверь он знает что ты проверяешь дверь открыта ли она дверь может быть открыты или закрыты здесь проблем не будет но если попробуешь сказать коробка открыты или закрыта, при этом коробка не может быть открыта или закрыта, тебя C-Sharp об этом предупредит. То есть какие-то ошибки мы можем отлавливать, какие-то нет. Понял. Итак, C-Sharp статически типизированный, у нас есть базовый тип данных и что мы можем с ними делать? Первое это объявлять переменные. Переменная это ящичек памяти твоей машины, в котором хранятся какие-то данные. Данные высокого порядка, на высоком уровне абстракции, хранятся они будут конечно в нулях и единицах, но ты будешь работать именно с данными как с данными, с числами, со строками и так далее. Синтаксис объявления переменной в C-Sharp такой тип переменной, пробел имя переменной. Имя переменной может быть любым, только не может начинаться с цифр, но может содержать себе цифры. Мы объявили какие-то данные, какой-то ящик. Весь код мы с тобой будем писать между двенадцатой и пятнадцатой строчкой, то есть между этими закрывающимися и открывающимися фигурными скобками. Здесь мы определяем просто точку входа в программу, да, она выполняется сверху вниз, слева направо, просто по инструкции будет выполняться, выполняться, выполняться до закрывающейся скобки. Все что до нее и после нее нас на данный момент не интересует. Что у нас идет дальше? Мы объявили какой-то ящичек, но в нем никаких данных сейчас не хранится. Он пустой. При этом он может хранить данные только типа int. Для того, чтобы оперировать данными, у нас есть понятие оператора. Оператор может быть трех типов. Унарный, бинарный и тренарный. Тест на суде из названия, можно понять, что унарный оператор работает над одним операндом, бинарный на двумя, тренарный на тремя. Сейчас нас интересуют бинарные операторы, то есть операторы, которые работают с двумя операндами. Что такое операнды? Это по сути любые данные. Когда мы говорим два операнды, мы имеем ввиду данные слева и справа. То есть для оператора плюс, операндом слева будет двойка, например, а операндом справа четверка. И у каждого оператора есть результат выражения. Результатом этого выражения будет шестерка. То есть плюс оператор 2 и 4 операнды. Оператор бинарный, так как у него два операнды. Не, я понял, просто что-то свесть немножко пропадает, знаешь, голос как будто становится каким-то таким роботизированным. А, это бывает, это фича хэнкаутса. То есть я вообще пропал. Алло, алло. Да, вот сейчас слышал. Запись идет, поэтому сможешь потом пересмотреть. Ну все хорошо, но я и так смотрю. Давай еще раз про операнды. А, еще раз, да? Да. Соответственно, операнды трех типов слышал? Да. Два операнды у оператора. 2 плюс 4. Соответственно, плюс это оператор. 2 и 4 это операнды. Бинарный оператор, потому что два операнды у него. Слева и справа. У каждого оператора есть результат выражения. В данном случае результат выражения будет шесть. Самый простейший оператор, который у нас есть, это оператор равно присвоение. Он работает следующим образом. Переменной слева стороны, с левой стороны присваивается значение выражения справа. То есть, когда я пишу some value, название переменной, оператор равно и оператор 2, то я говорю, что в переменную some value поместить значение 2. Или могу построить выражение, да, любой сложности. 2 плюс 2 умноженное на 4. То есть, так я тоже могу. Когда я пишу двойку просто как двойку, да, как число, это называется литерал. Каждый литерал тоже является какого-то типа. Если я наведу на двойку, мне скажет Visual Studio, что это литерал типа int 32. То есть, 32-разрядное число. У каждого типа есть литерал, соответственно, для типа string. Some string будет литерал таким образом выглядеть. То есть, двоичные скобочки. Ой, двойные скобочки. Калочки для... Да, точно. Для типа bot, соответственно, будет литерал true или false. И так далее, и тому подобное. Соответственно, умея работать вот так вот с выражениями и понимая вот это, мы уже, в принципе, встали на шаг вперед к великому миру программирования. Забавно. Не, ну, надо просто почитать все эти таблицы про выражения. Я просто ее как-то видел, но у меня там есть в вкладках. Ты можешь на профессор вейбе, у тебя есть, во-первых. А здесь материал по всем доступным базовым типам данных C-Sharp. Угу. Сейчас. Это, соответственно, находится в разделе 3... 3-4 переменные. Окей, ну, у меня он открыт. И 3-6 типы данных. Операторы находятся арифметические операторы и операторы отношений и логические операторы. То есть, каждый оператор у нас может работать с своим типом данных. При этом оператор, который работает... Оператор плюс может работать и со стрингом. Это называется конакитация строк. Конкинация строк. То есть, я могу сказать Hello World. Плюс тест. Результатом получится строгая Hello пробел World и слип на тест. Могу, в принципе, сюда поставить литерал другого типа. Он преобразуется в тип стринг. Да? И подставится, соответственно. Есть у нас операторы чисто логических отношений. Да, например, до типа бул из аппен у нас есть оператор и. То есть, если слева и справа у него true, то и результат его работы будет true. Если слева или справа false, то и результат работы будет false. Это применяется в выражениях if, сложных, таких, можно сказать. Это понятно. Так, ну да. Доступно. Следующим этапом в программировании у нас идут условные операторы. Да, то есть, у нас были просто операторы альфметические, логические. Еще операторы отношений, да, больше-меньше. Теперь у нас появились условные операторы и операторы цикла. Условные операторы, по сути, делают так. Так, если что-то, то сделать то-то. Ну, то есть, базовая логика программы строится такими этими операторами. Первый оператор называется if. В переводе с английского так и звучит. Если. Сентаксис такой. Ключевое слово if, круглые скобки, круглые скобки, какое-то выражение и фигурные скобки. Что подразумевается под выражением в круглых скобках? Какое-то выражение, результатом которого будет true или false. Логическое выражение. Сюда можно поставить переменную. Ambo isHappen равно true. Если значение вот здесь, круглые скобки, будет true, то, соответственно, выполнится код, который находится в фигурных скобках. Консоль в write-line. Hello world. То есть, если открыто, то вывести hello world. При этом выражение может быть немного другим. Благодаря операторам. Логически. Например, я хочу сказать, что переменная sum value у меня 25. Я говорю, что если sum value равняется, то есть двойное равно, это именно оператор проверки равенства. Если sum value равняется 25, то выполнится код. Также я могу сказать, что если sum value больше, например, 10, то тогда код выполнится. Sum value в данном случае больше 10? Угу. Конечно, да? Совершенно верно. И это было бы не так интересно, если бы мы не могли брать данные извне. Например, здесь if не нужен. Да, мы и так в коде прекрасно знаем во время его написания, что sum value больше 10, и if тут не нужен. Магия начинается, когда мы получаем от пользователя вот какие-то данные, или просто высчитываем какой-то алгоритм, да, на основе там времени или еще чего-то. Например, пользователь нажал на кнопку стрелочка вперед, да, понятно, что у нас здесь должно произойти. If нажатая кнопка пользователя равна-равна кнопке вперед, да, соответственно, все. Что мы делаем? Правильно, изменяем координаты персонажа, да, чтобы он передвинулся. То есть классический пример. Как мы можем получить простейший вот от пользователя C-Sharp именно в консольном приложении? С помощью метода console.readline. Да, здесь мы ввели новое понятие метод. Метод – это, по сути, какая-то инструкция, какая-то команда, которая выполнится, и у нас будет результат этой команды. Иногда этой команде нужно дать параметры на вход, и результата может не быть. Например, в 18-й строчке у нас есть метод console.readline и данные helloWorld. То есть console.readline – это имя метода, точнее, консоль – это класс, у него есть статический метод writeline. В круглых скобках указываются параметры. В данном случае это один параметр типа string, строка, да, указанная как литерал. Соответственно, мы вызываем этот метод, передаем ему данные, и, как у нас сказано в документации, этот метод выводит с новой строки к строку helloWorld, да, то есть данные, которые ему переданы. У нас есть еще один метод, называется readline. Этот метод получает какую-то строку от пользователя, то есть то, что пользователь введет в консоли. Так и назову переменные string input и скажу input равно console.readline и круглые скобочки, называется оператор вызова, то есть имя метода и оператор вызова, именно вызвать его. Этот метод не получает ничего на вход, да, поэтому просто круглые скобки пустые остаются, но при этом он возвращает. То есть результатом работы этого метода будет какое-то значение. Соответственно, вот это по концу отработки удалится, да, и сюда подставится то, что ввел пользователь в типе string. Потому что если мы наведем, мы увидим, что string к концу readline, то есть этот метод возвращает что-то типа string. Мы, соответственно, не могли бы сюда воткнуть перемену int. Именно string. И здесь я могу сказать, если пользователь ввел 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, то выведем что-то в консоль. Сюда добавим еще один консоль readline. Дело в том, что при вызове консоль readline программа останавливается, да, и ждет, пока пользователь что-то ведет. Когда у нас код заканчивается, программа автоматически закрывается. Поэтому, чтобы у нас не закрылась сразу программа, и мы увидели в hello world, надо в конце нашего метода main, да, между вот этими стоочками, поставить консоль readline. Запускаем, смотрим. Хорошо собирает. Да, он долго собирает. Это такое время для перерыва. Можно покурить? Да нет, зачем? Я все мечтаю себе здесь вытяжку поставить, чтобы курить прямо за этим. Очень неплохо. Ну, я попарю тогда немножко. Вейпер что ли? Да ладно, нет. Я ввел 1, 2, 3, 4, у меня вывелся hello world. Если я перезапущу программу и введу что-то другое, с тестами ничего не выведется. Верно? Да. Это все понятно. Не устал, не утомился? Ну, мозги так, знаешь, подкипают, я слушаю, вникая, но я буду переслушивать это несколько раз, чтобы добраться до сути. Потому что это же не просто так слушать там что-то про геймдизайн. Это посерьезнее. Да. Естественно, у меня есть домашние задания на этот счет. Ну, во-первых, мы с тобой занимаемся по плану обучения. И, во-вторых, у меня есть список домашних заданий от нашей планы. Он, правда, не полный, но на тему, которую мы сейчас проходим, этого хватит. Сейчас я тебе дам домашнее задание и покажу, как создавать проект, да, чтобы ты мог сесть и сделать. Да, учитель? Я справлюсь. Смотрел, Ван Панч Мэна? Конечно, учитель Сайтама. Да. Гианас. Так, у него голос такой, учитель Сайтама. Ну, по группе. Гианас. Гианас. Ну, ладно, от Матлик. Санфи прогрузится. Много сообщений, много друзей. Куда же так? Все пишут, все занимаются. У тебя сколько мне просто интересно, учеников? Сейчас 11. Это ты герой. Угу. Тебе, соответственно, нужно будет сделать задание 1.3.2-1.3.4. Соответственно, еще попробовать 1.3.5, предварительно почитав, ну, 1.3.5 тоже сделать, почитав про арифметические операторы и логические операторы, как они работают, да, чтобы ты мог высчитать выражение. Угу. Вот. Это панель инструментов и оплатка. Угу. Соответственно, нажимаешь ПУСС, запускается конкретный проект. Для создания проекта нового нужно зайти в файл, создать проект. Под него автоматически создастся решение. Проекты на C-Sharp содержат в себе C-Sharp код, CS-Project файл, в котором написаны метаданные, то, как проект будет компилироваться и так далее, и так далее, и так далее. Но обычно мы их ковырять не будем, да, потому что нам это не нужно. Выбираешь Visual C-Sharp, консольное приложение, вводишь, в принципе, имя, расположение, стандартная директория Visual Studio Project, нормально. Решение мы можем добавить в текущее, создать в новом экземпляре или создать новое решение, да, соответственно, имя решения тоже заполняем. Тебе это трогать все не нужно, у тебя будет одно решение, один проект. Да, добавление дополнительных проектов в решение, это уже джедайский уровень, и обычно ты этим заниматься не будешь. Соответственно, у тебя есть окно обозревателя решений, если его нет, то, соответственно, тоже включаешь его в окна, нет. Вид, и вот здесь у тебя должен быть обозреватель решений где-то. Вот он. Вижу. Здесь есть ссылки, ссылки это подключенные в библиотеки. Их можно добавлять. Правая кнопка мыши, добавить ссылку. И выбираешь какую-то библиотеку. Известно, в дальнейшем ты должен в коде, где ты будешь использовать эту библиотеку, указать using и имя в библиотеке. Пока что те, что стандартные, тебе вполне их хватит. Далее, у тебя здесь есть C-sharp файлы, твой основной программ CS и метод main, в котором ты будешь работать. Писать весь код здесь. Каждая строчка, помнишь, заканчивается точкой запятой. Кроме строк, где блок кода с помощью фигурных скобок. Не считая объявлений анонимных методов. Там точка запятой тоже должна стоять. Соответственно, можно добавлять дополнительные файлы. Там нажимаешь на свой проект. Видишь решение проекта. Добавляешь. Нажимаешь на проект и добавляешь в него элемент. И здесь выбираешь C-sharp файл, C-sharp класс, что удобнее. Пока что дополнительные файлы тебе будут не нужны. Да, он очень долго думает. Вот, тебе понадобится, скорее всего, класс. Его и создашь. Можешь просто пустой текст и файл. Соответственно, если захочешь добавить еще проектов, нажимаешь на решение, добавить и создать проект. Но обычно делается новое решение, новый проект. Когда хочешь запустить какой-то проект, он здесь у тебя появится. Выбираешь именно его и запускаешь. Вот и, собственно, все. Если у тебя есть вопросы, ты можешь их задать. Да, сегодня мы на 20 минут раньше заканчиваем. Хотя мы на 15 раньше, потому что мы на 5 минут раньше начали. Но это не страшно, потому что тебе сейчас просто нужно попрактиковаться, ты быстро все понял. На обычный этот материал читаю немножко дольше, потому что очень много вопросов возникает у человека. А сейчас нужно будет практиковать задания к следующему занятию. Готовить решение, чтобы я их посмотрел и понял, что ты понял, а что ты не понял, на самом-то деле. Если есть вопросы, можем пообсудить, у тебя еще есть много времени. Если вопросов нет, можешь уже идти делать. Так, я сейчас, секунду, я просто думаю, а что за вопрос то задать? Кто я, что я? Где? Зачем мне? Какова моя миссия? Да, ну, я вижу, что, как бы, ну, я пока задание не смогу сделать, у меня он устанавливается Visual Studio, то есть... Не сложно. Ну, хорошо. То есть, я займусь этим сейчас. Я просто, я просто примерно понимаю, то есть, если этим заниматься часто, часто пока вбивать, вбивать, вбивать голову, то это все потом станет настолько просто, что я просто как на автомате, как помыть руки пойду, то есть... Да, да, конечно. Сложно. Покажется, все-таки понятно, да? А вот, ну, да, конечно, сложновато, когда всегда что-то новое такое узнаешь, то, что тебя то ли пугает, то ли то, что непонятно, отталкивает тебя. Ну, главное, как правильно подойдет к этому вопросу наставник, учитель. Да. Ну, как бы обычно, после первых пары практик, все быстро встает нам в место, поэтому там практика такая, объявить кучу перемен, по методу учителя мияги с каратэ пацана. И заставляю делать однотипные действия очень часто. Повесь куртку, брось куртку, повесь куртку, брось куртку.